Фестиваль интересный, хорошо организован. Прекрасная атмосфера человеческая, горожане, зрители, народ доброжелательный, взыскательный вместе с тем, очень достойный, прекрасно понимает, что хорошо, что плохо. И я, как режиссер, чувствовал себя очень хорошо в зале, глядя фильмы вместе со зрителем. То есть зрительская реакция, на мой взгляд, была совершенно адекватна тому, что происходило на экране. Зритель чуткий, умный, культурный, понимающий. Это замечательно. Город удивительный, экология превосходная, отношение замечательное к гостям фестиваля. Поэтому отношение руководства к фестивалю, по-моему, настолько заинтересованное, что больше выжелать нельзя. Я имею в виду главу республики Михаила Васильевича Игнатьева. Человек молодой, интересный. И я считаю, он задает тон доброго, заинтересованного отношения. Кроме того, у вас театр, опера и балет. У вас, да вообще это, столица республики. Совершенно столичный уровень культуры, на мой взгляд. Поэтому, например, то, что я слышу от своих коллег, подтверждает мои ощущения. И все желают сюда приехать еще и еще. В последнее время очень часто приходится слышать о том, что существует так называемое фестивальное кино, которое показывают только на фестивалях. И предполагается, что его снимают особые люди для особой публики. Вы согласны с этим? И если да, то много ли было такого фестивального кино на нашем фестивале? Вы знаете, я не считаю термин «фестивальное кино» негативным. Что такое фестивальное кино? Это кино хорошего, профессионального и творческого уровня. Конечно, это первый шаг навстречу к зрителю. Дальше хотелось бы делать кино не только высокого художественного уровня, но и кино живое, которое бы волновало зрителя и привлекало самого широкого зрителя. Эта задача весьма сложная. Этот рубеж, по-моему, стремятся и стремимся взять мы, все россияне, кинематографисты, потому что это наша главная задача – добиться массового отклика зрителя, широкого зрителя. Это очень непросто. Инна Михайловна, в этом году Мосфильму отмечаем 90-летие. Что лично для вас значит этот, я не могу сказать бренд, но вот это имя? Ну, я и хорошо отношусь и к Ленфильму, потому что там я, собственно говоря, на Ленфильме встретила Глеба и считаю, что родилась как актриса. И это для меня был важный период в моей жизни – Питер. Вот. А в Москве тоже снималась я. Я не только на Мосфильме, я и на студии Горького снималась. У Александра Артура Чарова, в Морозко. Вот. Это студия Горького? Студия Горького. Замечательная, да. Да. Теперь уж я там не снималась, и я даже не знаю, что с ней. По-моему, работает. Но там другие… На каждой студии свои особенности, я имею в виду, по проблемам. Но Мосфильм… Я вообще начала свою работу, учась в школе в девятом классе. Я училась в театральной студии Станиславского. И у нас была сдача экзамена по профессии. И я… Это был цирк. Я играла тюленья. Да. И бросала мяч, крутила колесо. И наслаждалась просто тем, что я была тюленем. И как раз вот тюленья увидела Ликароновна, ассистентка Василия Ордынского, режиссера. А он как раз должен был снимать «Тучи над Борском». И она меня познакомила с ним. Я ему показала тюлень, и он меня взял на роль. Это была первая твоя роль в кино. Это была моя… Роль в кино. Да. Это была моя первая роль. И там играл Володя Ивашов, уже снявшись в «Балладе о солдате». И мы все девочки, ученицы, стояли и так на него с наслаждением издалека смотрели. Потому что он нам очень нравился, и он был уже такой известный. А мы играли… Я играла ученицу. Ученицу Райку. Так что для меня этот вход в МАЗ-фильм запомнился очень. А потом еще там были… У нас был фильм «Тема». Ну, не будем вспоминать, что там было. Там было очень много хорошего. Так что у меня связано очень. И потом, вот сейчас у нас такой руководитель МАЗ-фильма, Карен Шах-Назаров, очень… Он, помимо того, что он талантливый режиссер, он очень деловой, собранный человек, организатор. И сейчас МАЗ-фильм не узнать. Не узнать гримерные, какие они были тогда и сейчас. И на… он технически… И вообще МАЗ-фильм весь преобразился. Одна из лучших европейских студий. Так что что же мне об этом бренде рассказывать? Это моя часть моей жизни. МАЗ-фильм «Тема»